Привет, я Роман Цимбалю, корреспондент у НИА на Москве. Ну что ж, новый политический сезон можно считать открытым. Традиционно считается, что с началом учебного года все возвращаются на рабочие места и касается это, естественно, политиков в том числе. Итак, первое, второе, ну и уже третье сентября. Кто-то поет песню Шафутинского, кто-то постит фотографии своих детей и себя в школах или, как я, в детском садике. Вы смотрите блог о политике и международной политике. И, кстати, если еще на него не подписались, то обязательно подпишитесь. И хочу вам рассказать о том, собственно говоря, чему в России учат своих детей. Да, вчера, пока я скакал в районе Сизоли-Фортова, где удерживают наших граждан, Сергей Викторович Лавров общался со студентами МГИМО, ну и, собственно говоря, учил их жизни. Начнет движение за мир и против той конфронтации, которая сейчас всем портит кровь. Если вот у вас такие инициативы есть, я вам советую не прятать их от общественности, а смелее их высказывать и закончил... Да, вы не ослышались, Сергей Лавров призывает студентов МГИМО, будущих дипломатов, активней бороться за мир. И когда россияне борются за мир, нам, украинцам, нужно быть очень и очень осторожным. Потому что вот эта вот борьба выливается в такие события, которые прошли в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Ну и, собственно, на то она сегодняшняя политическая элита, чтобы объяснять, что во всех горестях и бедах России виноваты, правильно, вы догадались, американцы. Мировую политику серьезно лихорадит, когда в ней проявляются очень непростые тенденции. И в том, что касается линии наших американских коллег, на развал всей системы, обеспечивающей стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Тем временем действующие или играющие российские политики рассказывают, как они здесь и сейчас планируют бороться за мир во всем мире. Разумеется, продолжим взаимодействие с нашими союзниками, соседями, в рамках организации договора коллективной безопасности, в Содружество независимых государств, Евразийского экономического союза. И, еще раз скажу, делая все для защиты наших национальных интересов, мы всегда открыты для равноправного диалога с западными партнерами. То есть, в каждом слове понятно, кто редиска. Западные партнеры. Однако, когда Ларов размышляет на тему, с кем же будет сотрудничать Россия, вспоминает про каких-то союзниках, и перечисляет организации, с которыми они намерены работать. Это, что там, ОДКБ, СНГ и Евразийский экономический союз. Так вот, ни в одной из этих структур Украина не представлена. И, я так понимаю, для нас и предназначен пассаж о том, что Россия будет защищать свои национальные интересы. Да. Почему они защищают их в Украине? Большой вопрос. И наша цель должна быть общей. Не допустить дальнейшего соскальзывания международной ситуации к хаосу. Нет хаоса и нет проблем. Ну, вы чувствуете преемственность между молодыми российскими дипломатами и, так сказать, действующими, которые достигли больших успехов на этой ниве. Все за мир. Все против хаоса. Все за равноправные отношения. Но там, где все равны, как известно, есть те, кто равнее. И, понятно, Российская Федерация видит себя в этом качестве в первую очередь. В идеале, конечно, мы хотим, чтобы воплотились в практические дела те декларации политические, которые принимались за последние 25, почти 30 уже лет в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о том, чтобы сформировать в Евроатлантике и в Евразии обновленную, перспективную архитектуру мира равной неделимой безопасности, широкого экономического сотрудничества. Я вам говорю, миру мир. Пока политики и дипломаты повторяют эту мантру, на самом-то деле, фактически все страны в регионе просто, ну, какими-то гигантскими темпами вооружаются и готовятся, очевидно, отстаивать этот мир с оружием в руках. Но главный в этом плане пример, это как раз и есть Российская Федерация, которая, да, за мир, за неделимую безопасность, но почему-то приняли решение передвинуть свою границу на Запад. Запрос на такую работу существует. Это очень ярко подтвердилось в ходе недавнего визита президента России во Французскую республику и его переговоров с президентом Макроном Форте-Бергансон. Я делал большой разбор этой пресс-конференции Путина и Макрона и, конечно, многих тогда поразило, что Эммануэль, но просто через каждое слово повторял, что Россия — это Европа, это европейская страна. И да, я вот до сих пор думаю, Макрон наш, ну, в смысле украинский, или все-таки наполовину, а может быть только на четверть, или, если учесть заявление французской стороны, последнее время всего лишь на 10%. Очень актуальной является эта задача, выработки таких подходов к нашей общей архитектуре, где не будет ведущих и ведомых, где все будут видеть, что их интересы надежно обеспечены. Вообще студентов обманывать, наверное, нехорошо, потому что, ну, не могут быть обеспечены интересы всех, особенно когда эти интересы, ну, мягко говоря, противоположны. Ну, или, наверное, должны быть эти интересы обеспечены таким образом, интересы всех, чтобы Крым был наш. Ну, в смысле, как они тут говорят, российским. И это касается Донбасса. Да, кстати, и это касается не только отдельно взятых регионов Украины, про которые я только что сказал, но и всей нашей страны. И важным шагом в этом направлении стала бы реализация инициативы президента Путина о формировании большого евразийского партнерства с участием всех, без исключения, государств, расположенных на нашем общем евразийском континенте. Вы понимаете, кто главный миротворец на этой планете? Конечно же, Владимир Владимирович Путин. Я тут во время стрима сказал, что очень уважительно отношусь к российскому президенту. Начали мне писать гадости и даже угрожать отпиской от канала. Но в результате подписчиков стало больше. Но согласитесь, как же нам не уважать главного миротворца? Единственное, чего я не могу понять, а почему они оккупировали часть нашей страны? Последовательная реализация такого масштабного подхода, который не запрограммирован заранее, а призван реализовываться по мере того, как страны-участницы будут видеть в этом для себя пользу, будет не только помогать и обеспечивать поступательный рост национальных экономик, но и существенно укрепит предсказуемость и стабильность на обширных пространствах от Лиссабона до Джаккарда. Но вот видите, миротворческий аппетит приходит во время еды. Ну или в смысле во время дискуссий. Раньше говорили о том, что будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока. Но нет, Сергей Викторович решил это пространство безопасности расширить от Лиссабона транзитом через Владивосток до Джакарды. И возникает, конечно, в таких глобальных вопросах масса нюансов. И насколько я понимаю, что главное в этом деле, чтобы русскоязычных не ущемляли. Не обязательно на всем этом пространстве. Главное, чтобы это не происходило в Украине. В Совете по правам человека, в других международных структурах, которые этой проблематикой занимаются, прежде всего в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в Совете Европы, мы достаточно последовательно, особенно вот в этом году, в прошлом году, продвигаем тему обеспечения прав национальных меньшинств. И это неудивительно, ведь состоянием на 28-й или уже 29-й год независимости Украины в нашей стране не запретили украинский язык, не сделали русский единственным государственным заведующим вопросами религии российскую православную церковь. И, конечно, с точки зрения Москвы, Москвы-миротворца, это не что иное, как дискриминация. Вы знаете, что причиной такого внимания послужили действия предыдущего руководства Украины, режима Петра Порошенко. Как вы знаете, находясь на территории страны-агрессора, я к президентам Украины, как к Петру Алексеевичу, так и к Владимиру Александровичу отношусь очень уважительно, и здесь нет никаких противоречий. Дело в том, что должность этих людей заканчивается на слово Украины, президент Украины, а я являюсь гражданином Украины. И вот эти два факта заставляют меня смотреть на ситуацию исключительно с высоты Киевских холмов. В целом, неделя наш этот бурный политический процесс. Потому что россиянам по большому-то счету по боку фамилия главы украинского государства. Как вы понимаете, интересы у них одни и те же. Но когда я слышу слова про режим Порошенко, всегда удивляюсь. Что же это за режим, который проиграл выборы? Другое дело, Москва, Россия, здесь кладец информации. Это классический пример. Хочешь всегда оставаться у власти, просто не допускай своих конкурентов на выборы. Объяви их несистемной оппозицией. И пусть в загонах кричат «Долой царя» и другие избитые фразы. А так можно править вечно. Ну, пока физический ресурс, конечно, конкретно взятого человека не исчерпан. Так вот, режим Порошенко проиграл выборы. А в какой стране власть не меняется уже много-много лет? Пишите об этом в комментариях. При поддержке администрации которого Верховная Рада приняла целую серию законов, грубо нарушающих не только международные обязательства Украины по обеспечению прав национальных меньшинств, но и конституцию украинского государства. Это касается и закона об образовании, и закона об украинском языке как государственном языке, в которых, по сути дела, все языки национальных меньшинств грубо дискриминируются по сравнению с украинским языком. Представителям России известны противники украинизации Украины. Они, конечно, хотели бы, чтобы везде был русский язык. И, кстати, они не просто хотели бы, они это делают на практике, на земле. Возмущаются тем, что статус украинского языка в нашей стране повышен, по крайней мере, на законодательном уровне те, которые именно языковой аспект использовали в качестве предлога для нападения на нашу страну. Что там говорил Владимир Владимирович? Мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Где, кстати, как известно, нас нет. Также продолжают российские представители. И что произошло после оккупации украинских территорий? В первую очередь, они занялись истреблением, уничтожением всего украинского. А в Крыму украинских школ не осталось. На Донбассе украинский язык факультативный. То есть, по сути, его нет. И учитывая, что в ответ на критику Совета Европы, в ответ на критику других правозащитных структур в Европе, в Организации Минных Наций, украинское руководство при Порошенко стало делать заявление о том, что они этот закон снабдят неким дополнением, в соответствии с которым из-под его действия будут исключены языки Евросоюза. Я вот не уверен, что предыдущая администрация и предыдущий состав Верховной Рады перестарался с вопросами языка и образования. Потому что во всех странах наших соседей там есть нюансы с Белоруссией, но по сути устроено все таким образом, что у них один государственный язык, и на нем они преподают в школах. Объясните мне, почему в украинских школах государственных должны учить на языках других стран? Я не против пенгерского, польского или российского, русского, но странно, когда украинскую государственную школу заканчивают наши дети, и они не знают украинского языка. Такой роскоши себе не позволяет ни одна страна. Ну и тем более, вы знаете, что Россия советует или требует от нас то, чего ни при каких условиях они не делают у себя. Сколько украинских школ в Российской Федерации? Это при том, что по последней переписи 1,8 миллиона украинцев живет в этой стране. Это до войны. Правильно. Ноль. А если это так, то единственным дискриминируемым языком в соответствии с этими так называемыми законами будет русский. И мы призвали наших коллег из Европейского Союза даже не рассматривать подобного рода провокационные обращения, которые имеют одну цель, буквально купить европейцев, удовлетворить их озабоченности с судьбой венгерского, румынского, польского языков на Украине. И тем самым умыть руки и оставить русский язык, главный язык, на котором говорят миллионы украинцев, помимо украинского, оставить его в таком дискриминационном положении. Я так понимаю, что Сергей Викторович приживает за то, что спустя годы на России, ну и МИДУФ, придется искать новое обоснование для вторжения в нашу страну. Но если у нас будут украинские школы, то, соответственно, как же они будут защищать русскоязычных? Это же страна-миротворец. Но прикольный подход, да? Украина может купить Евросоюз. Кстати, уровень амбиций интересен. Но эти кремлевские ребята, главное, что делают, они выносят за скобки. А почему так получилось? Почему Украина вдруг начала заниматься украинизацией? Я, кстати, исключительно за лагерную украинизацию. Да, они хотят вынести за скобки военный конфликт на Донбассе и оккупацию перед этим Крыма. А я считаю, что лучше всего, конечно, знать максимальное количество языков. Но тот, кто не может выучить украинский язык, у него, мне так кажется, не все в порядке с умственными способностями. Или, есть вторая причина, он умный, просто не хочет этого делать. И это странно, как можно не знать язык страны, гражданином которой ты являешься. Но сам Сергей Лавров дает рекомендации для таких граждан. Тем не менее, возникает главный вопрос. Как будет действовать наша власть украинская? У нас же теперь монокоалиция и, по сути, диктат, ну, по крайней мере, пока в хорошем смысле, с партии «Слуги народа». Потому что «Слуги народа» как раз в этом ключе размышляют. И этот вопрос был задан президенту Украины по поводу ста дней его правления. Ну, конечно, у нас не правление, а руководство Украиной. Это факт, потому что это чувствительная, эмоциональная штука. Может быть, есть смысл дать этому закону немножко поработать, чтобы мы все увидели, где плюсы, где минусы. И потом уже с холодным сердцем смотреть, нужно его менять или не нужно. Я уверен, что должен быть законопроект про защиту прав меньшин. Их мова, их вера и достаточно. Армия у нас одна, единая, украинская. Сложно с этим спорить, особенно в части, что у нас одна армия, украинская. Однако, не хотелось бы, чтобы опять же получилось таким образом, что новые подходы приведут к тому, что украинский язык станет необязательным. И мы опять получим ситуацию, когда дети заканчивают школы и не знают государственного языка. И, честно говоря, на 29-м году независимости, мне кажется, если и надо какой-то защищать язык в Украине, то это украинский. Как раз речь о том, чтобы не получилось так, что дети и внуки не будут знать украинского языка. И, кстати, есть такая интересная закономерность. Там, где больше всего страдали от украинизации Украины, почему-то сейчас развивается российский флаг. Ну, а Донбассу повезло. Оккупированной части еще меньше. Там еще к дополнению, к изгнанию украинского языка добавили комендантский час. Будем исходить из того, что в этом вопросе, как и во многих других, будет сбалансированный подход. Но что-то мне подсказывает, что в конечном итоге, если и будут какие-то изменения, то как раз направлены на то, чтобы эта украинизация была лагиной. Что дает мне основания так говорить? Ну, смотрите. Наше новое руководство, президент, спикер Верховной Рады, может быть, отчасти глава Кабмина, про него ничего не могу сказать. Они-то русскоязычные, и никто это не скрывает. Но послушайте, как воно щебечить украинскую мову? Володимир Олександрович делает колоссальные успехи на небе общение украинской мовы. Так что, конечно, мова у каждого и вера своя, но государственная мова должна быть одна, как, в основном, одна украинская армия. На этом все. Читайте Агентство Униран. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Чао!